Конечно, ведущий наш виноват. Везде должен быть порядок. Выступающий столько минут. Придет столько минут. Реклама! Да, хорошее слово. Уважаемые коллеги, друзья, с благодарностью принял приглашение виновников сегодняшнего собрания. Не скрою, что это решение продиктовано только одним. Благодарностью Галир и Никееву, и Шихар Китарчи за их благородное желание разобраться в истории своего народа. Разгрестил техочек околонаучного мусора, скрывающего подлинную историю великого народа. Сделано очень много. Проработан огромный плащ первоисточников. Как результат написаны две книги. «Наследие Татар» и «Великая Орда». «Друзья, враги и наследники». Это две книги, которые с огромным удовольствием прочитал. Скажу свое ощущение, когда читал эти две работы. Невольно ловил себя на мысли, что дышу удивительно свежим воздухом, таких, как после грозы. Удивительно свежим, идущим от этих книг пью какую-то живительную влагу. Вот такие у меня были ассоциации, когда я читал эти книги. Так и хочется сказать спасибо матерям и отцам, родивших, воспитавших таких сыновей. Спасибо народу, который создает такие личности. Конечно, проведенное исследование – это только очередной шаг в восстановлении истинной истории своего татарского народа. И я искренне хочу пожелать авторам продолжить эту тяжелую, изматывающую, но очень интересную, захватывающую работу по установлению истины, подлинной истории, в том числе татарского народа. В процессе дальнейшей работы мне бы очень хотелось, чтобы авторы ответили на следующий вопрос. Почему? Страна, подарившая миру письменность, веру, выдающиеся достижения в политике, экономике, науке, архитектуре, в военном деле, пришла в услуги тому, что распалась на карликовое государство, враждующее между собой. Чингисиды против тимуридов, уничтожение Рюриковичей, смута, приход западников, романовых и так далее. И, конечно, один из главных вопросов – это идеология. Сегодня мы о ней говорили здесь. Неспроста в нашей Конституции она отсутствует. А это значит, у страны не должно быть цели, а значит, не должно быть будущего. Американцы смотрели в корень, когда писали нашу Конституцию, как основной инструмент, предвестия идущие, далеко идущие цели. До нашей веры, в начале новой веры, средней века, роль идеологии осуществляла в степи веры. Отсюда двуглавый орел. Одна голова – царь, вторая – патриарх. Один отвечал за прокорм, второй отвечал за идеологию. Великие степи – это было дынгренианство, позволящее создать самое могущественное государство в мире. Религия, которая подарила языческому миру, в том числе Лизонтии, Риму, Индии, Персии и так далее, единобожия. А ее богослужебные книги стали основой для создания иудейской, христианской и мусульманской религии, а также буддизма, зороастризма, манхейства и так далее. Почему эта религия была забыта? Почему ее храмы безжалостно уничтожались? Ну, спросите у наших священных слушателей, что такое колокол? Поверьте, мне 99% не ответили. А колокол – тюркское слово. Моли небеса. Аллада. Что это такое? А какие? И все эти обряды – это все наши славы. Тюркские, татарские обряды. К сожалению, которые мы с вами забыли. Да что такое монастырь? Ответив на эти вопросы, мы осуществили бы тектонические подвижки миропонимания. Поняли бы, что роль великой степи в мироустройстве определяющей. Это помогло бы осуществить серьезные подвижки более тесным сплочениям народов нашей страны, ускоренные центростремительные процессы стран СНГ в луна за и когда-то единой страны, кардинальные изменения в имплантации народов Европы, Ближнего Востока и Азии вокруг своей исторической родины, великой степи, ныне России. Позволит президенту нашей страны более динамично решать вопросы внутренней и внешней политики, подставивание суверенитета интересов Родины и всех названных народов от кучки международных новоришек, во главе с Соединенными Штатами, возобнившие в праве решать наши с вами судьбы. Еще раз спасибо авторам и искренне хочу пожелать им дальнейших успехов. Спасибо. Родился я в Абхазии в городе Буддаута. Я внук репрессированных, были созданы, потом расстреливали. В детстве читал книжку, ну юноши, про Степана Рафина, и обратил внимание на такое словосочетание, сарынь на кичку, это вернувшись в птицинских погодах, ушел на штурм Астрахани. И у меня возникла вопрос, почему автор в уста якобы крестьянскому вождью вложил эти слова, татарские слова. А потом Атила Великий, какой-то оттуда, и так далее. И, конечно, меня это до того заинтересовало, что я хотел потихоньку изучать. Да, изучая официальную историю, которая была написана внуком шедландских королей, иезуитом Брюсом, доверяя которой пошла наша официальная история. Предпринимешь все для того, чтобы мы забыли, кто мы, откуда мы, и чтобы не понимали, куда мы. Закончил Ростовский госуниверситет, работал следователем, старшим следователем, потом был одним из руководителей ПВД Ростовского господкома, поэтому приехал в Москву, был назначен начальником главка Розовской России, потом первый заместитель министра внутренних дел России, потом заместитель генерального прокурора России, потом заместителя министра юстиции России, потом ушел в Думу. Но все это время продолжал изучать историю. Я, конечно, совершенно не историк, я вот к вопросу дилетант, но на некоторые вопросы я, конечно, мог бы ответить. Вот говорят русский, а поверьте мне, 90% не знают, откуда пошло это название. И никто не вспомнит, что Великая Атила вместе со своим братом Бредой привелись к Агенару Орду с царскими кровями, у них был символом сокол. И когда жители Шуи, то есть Великого Новгора, обратились к ним и сказали, послушайте, царе, дома же бардак, приходите. И они пришли, им же перевод читал, значит, нужен был. Они говорили на одном языке. А турки, да, великие исследователи, лет 10 тому назад, приехав в Азов, проведя там раскопки, потом поехал в Азербайджан, и там, проведя раскопки, схватился за голову и сказал, «Боже мой, как стыдно! Я на сколько лет только понял, откуда пришел мой народ». Вот, если, короче, извините, я хочу сказать, что слава Куликовской битвы в Азербайджане. Вот еще один вопрос, маленький. Вот Куликовская битва, у нас принято, значит, государство законным принято, что такое Куликовская битва. Ведь это же тоже обман настоящий, понимаете, как он сформулирован в федеральном законе. Можем мы это изменить или нет? С вашей помощью. Я вам скажу так. Я обратился к президенту Татарстана, бывшему митеру Иршамееву. И об этом в одной из ваших газет было опубликовано. Я ему сказал, «Интересно, Александр Ильич, ну давайте заявим, что не было Куликовской битвы в Азербайджане». Совершенно. Он там на кулишках, они сейчас там лежат, эти ребята. Вот пойдете, раскопаем, и увидим, вот они лежат. Потом я подошел к бывшему президенту Башкортостана. Он тоже вместе со своей свитой. Я говорю, «Ну а ты почему не скажешь?» Они пообещали один и второй, но ничего не сделали. Я поехал к вам в Казань. Раз приехал, второй поехал, посвятил ваш Крыльевический музей. Этот музей должен ответить на вопрос, откуда мы, кто мы и куда мы. Так он не отвечает, ни один из этих вопросов. Те же самые экспонаты в Кремле, в Татарстане. Да поезжайте по всей стране. Ведь, знаете, какие там Куликовская, Владимирская, Петровская, Сидоровская, там и так далее. А на самом деле это одна культура великого тюркского мира. Ну возьмите вместе, проведите. Нет. Я вот и в Крым поехал, пришел в Бахчисарай, увидел там мечеть. А я спрашиваю, а до мечети что здесь было? А был храм, какой-то ингринянский. И по птистерии сохранился. Поезжайте в Тюрбенде. В Тюрбенде по птистерии сохранился, где дюрк и крестили. А Иван Грозный не был христианин. Ну и масса чего еще. Все это надо поднимать. Поднимать для того, чтобы я в ноябре прошлого года на международной конференции в Академии наук я признал объединительский мир вокруг своей Родины. Это один из кандидатов, в том числе и Туром, а кто-таки и серб, а хорваты, а бургунды, а бургунды, а бургунды, а бургунды, а бургунды, а бургунды, а бургунды. Столица Австрии, Избрук, а кто ее основал? А как не водится слово Альпы, горы покрытые лесом. Чье слово это? Наш, многие говорят, не хотите йогурт. Я говорю, если переведешь, что это по-татарски кислое молоко, я тогда, может быть, съем. Я спрашиваю одного большого политика, не буду называть его фамилией, я говорю, албанцы, кто такие? Он говорит, мусульмане. Я говорю, я не вероисповедание спрашиваю. Я спрашиваю, откуда они свалились? Нашу нынешнюю Европу? Он говорит, я не знаю. Я говорю, как же вы политику проводите? А это наши карачаи. Мой народ. Последний я не буду злоупотреблять. Я с министром внутренних дел Японии во Франции встретились. Я спрашиваю, слушай, у тебя на Хоккайде Айны проживает? Что это за народ? Он говорит, вы знаете, господин Колесников, они, по-моему, пришли с берегов Байкала. Я говорю, правильно, Тюрки. А вы, японцы, откуда там? Он говорит, вы знаете, вот мы еще не пришли к этому городу. Я говорю, хотите, я вам подарю одну из версий? По-моему, реально. Он говорит, какую? Я говорю, вы родственники нашего Шойгу. Он говорит, а кто это? Я говорю, вот такой парень пожарами занимается. Так вот, молодые ученые Якутии, я знаком, хоть с какими работами, они говорят, более 45% слов наших якутских, тюркских, совпадают с японскими. И неспроста туда наши ребята собирались поехать, чтобы решить ряд вопросов, но стихийные бедствия мешали и так далее. Поэтому давайте возвращаться к своим корням. Я хотел бы, что, ну, понимаете, великая страна, а у нее, кажется, своего ничего нет. Кто-то привез искенность, кто-то привез веру, а это все пошло отсюда. Мы дали все это миру. Спасибо еще раз и извините. Надеюсь, что вы будете часто в гости в нашем доме. Владимир Ильич. Так, и еще кто-то хотел сказать, да? Пожалуйста. Я извиняюсь, я хочу побежать вас. Фарис Фарисов. Автор? Сейчас я сейчас. Автор фильмов и книг, и даже по истории. Да, да. Я вот тоже книжку вашу взял и познакомился. Автор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова